В 2010 году чудесная любящая детей пара из США, Майкл и Кристин Барнетт удочерили девочку из Украины, страдающую дворфизмом. Благородный поступок, так как для ребенка со столь серьезными физическими патологиями жизнь в Украине была бы адом. Поначалу все в известной семье было великолепным, так как у Майкла и Кристин уже был опыт воспитания болеющего ребенка. Именно благодаря сыну, страдающему аутизмом, супруги Барнетт стали знаменитые. Его мама Кристин не опустила руки, когда доктора сказали, что из больного ребенка ничего не будет. Благодаря стараниям мамы мальчик стал гением, а IQ Джейкоба выше, чем у Эйнштейна, по словам самой Кристин. Книга о нем под названием «Искра Божья» или «Как воспитать гения» стала бестселлером во всем мире. Однако в чудесную, процветающую, любящую семью, как оказалось, пробралась психопатка с реальным диагнозом, оказавшаяся 22-летней обманщицей, желающей убить новых родителей и их детей. Как заявили Майкл и Кристин, Наталья, девочка из Украины, профессиональная аферистка. Они утверждают, что Наталья пыталась убить их родного сына и их самих. Однажды супруги проснулись среди ночи, а Ища Диада стояла с ножом у их кровати. Новые чудесные родители через суд добились повышения возраста девочки, которая в одночасье стала на 13 лет старше. Эта история облетела все новостные каналы Америки. Я совершенно случайно узнал о ней недавно и решил, как и остальные, хайпануть. Изобличив мерзкую взрослую психопатку, превратившую жизнь новых родителей в ад. Вся Америка была на стороне читы Барнетт, ведь это такая кинематографичная история. Не так давно появились новые детали дела. Наталья дала наконец-то первое интервью, где рассказала свою жуткую историю. А еще объявилась родная мать девочки, украинка, сделавшая решающее заявление. Углубившись в историю, читая зарубежные источники, я с трудом сдерживал скупые мужские слезы. Мне стало стыдно, ведь все оказалось хуже и печальнее, чем я думал. Сегодня мы узнаем правду. Вы на канале Нулевой Пациент. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, поделитесь видео и жмите колокольчик. Впереди еще очень много интересного. В путь! Взрослая и опасная для окружающих аферистка Наташа переехала в Соединенные Штаты Америки в 2008 году и сразу стала жить в семье, в которой провела два года. После этого семья отказалась от девочки, вернув в приют. Судебные документы по процессу расторжения опекунства гласили следующее. Цитата. Мы не могли контролировать ребенка. Наталья осталась одна и ей снова необходимо было ткать зловещие планы по отношению к новым будущим родителям, которых она, конечно же, околдует. Система усыновления детей в Штатах очень сильно отличается от нашей. У них просто нет такого явления, как детдом. Есть приюты, где дети находятся временно. В приютах регулярно проводятся дни открытых дверей. Своего рода смотрения. В фильме «Семья по-быстрому» как раз такое мероприятие показано очень хорошо. Любая семья, заинтересованная в ребенке, может договориться с тем, кому нужна опека, и чадо какое-то время будет жить в возможной новой семье для того, чтобы проверить, как они подойдут друг к другу. Через подобное прошла и Наталья. Представьте стресс ребенка-инвалида, которого вначале забирают от матери, потом от нее отказываются новые американские родители, потом она попадает к этим чудесным людям, которые имеют такой же диагноз, но им не разрешают удочерить девочку из Украины. Об этой прекрасной паре я еще скажу в конце, потому что они поведали миру кое-что о 22-летней аферистке-маньячке. И вот счастливый ребенок наконец попадает в 2010 году к чете Барнетов. Спустя несколько месяцев, по словам самой Кристин, она обратила внимание, что у девочки достаточно хорошо развиты половые признаки. Уточнять какие конкретно не будем. Ребенок ведет себя значительно старше своего возраста, умело манипулирует окружающими для достижения собственных целей, знает много взрослых слов и очень сильно путается, когда рассказывает о собственном прошлом. Семейный лечащий врач Барнетов Эндрю Макларен заявил, очевидно, что пациентка значительно старше, чем говорит. Вот что еще заявляет этот чудесный супердоктор. Наталья Барнет сделала карьеру на поддержании своего притворного возраста. Она снова и снова дурачила людей, у которых были самые лучшие намерения. В том числе своих прежних и нынешних опекунов, врачей и приемных родителей. Правда, чувствуется, что человек профессиональный, думающий, а главное, аккуратный в высказываниях. Оно и понятно. Вы только взгляните на этого монстра. Кровь в жилах стынет, правда? И вот маховик маразма запущен. Существуют способы с легкостью определить, сколько лет человеку, особенно когда он ребенок. Рентгеновские снимки эпифизарных пластинок, находящиеся в кистях детей, которые исчезают с возрастом, отлично дают ответы на подобные вопросы. И у Наташи эти пластины были. Барне там можно расслабиться и остановиться, нести бред. Но какой там? Девочку дважды осматривают в клинике Индианаполиса. И врач говорит, что ей 8 лет. Может, теперь нужно успокоиться? Нет. Она взрослая психопатка, настаивает на своем крестине. В 2012 году девочка попадает, внимание, в психиатрическую лечебницу. Вы знаете, мне кажется, что они хотели ее убить. В клинике ставится диагноз «Социопатическое расстройство личности». Социопат – человек, генетически лишенный угрызений совести. Главный герой омерзительнейшего фильма «Дом, который построил Джек» – чистейший клинический социопат. Итак, все имеющиеся притянутые за уши доказательства вины Наташи, хотя непонятно, что она сделала, на руках у барнетов. Через суд они добиваются признания, что их удочеренному ребенку на 13 лет больше, а ей тогда было 10-11 лет. Все. Она самостоятельный взрослый человек. У Кристины Майкла подрастает сын гений, который поступает на несколько лет раньше в один из университетов Канады, где ему дают большую стипендию. Они снимают дом для Наташи в городе Лафаэт, а сами уезжают в Канаду. Посмотрите на этот дом. Теперь взгляните, какого роста девочка и как она ходит. Вот. Это то место, когда вдруг заболели глаза, и я с трудом сдержал слезы. 11 лет ребенку. Нет друзей, нет знакомых, чужая страна. Нет денег. Совершенно одна в мире, где она не может нормально ходить. Где не может даже дотянуться до ручки дверей собственного дома. Говорили, что девочка одиноко тенялась по району и просила деньги у соседей. Так продолжалось не месяц, не два, а пару лет. Это настоящий ад. Внимание. Потом ее выселили из дома за неуплату. Посмотрите еще раз внимательно. Вот это вот создание выселили. Приходит, значит, такой здоровый, высокий, как я, и говорит этой крохе, 11 лет, у которой нет ни гроша, выметайся. Представляете? Я не представляю. Барнетт и тем временем живут в Канаде и процветает. Их книга выходила даже у нас. Бездомная Наташа исчезает. Однако, это Америка. Директор школы, где училась со взрослыми учениками Наташа, заявляет в полицию, что та уже долгое время не появляется на занятиях. Ее быстро находят и открывают дело на Барнеттов, обвиняя в том, что они подвергли смертельной опасности жизнь маленького ребенка, бросив его. Многие люди, встречавшие одинокую Наташу на улице, в тот период спрашивали, сколько ей лет. И она не смело говорила 22. Почему? Да потому что одно из первых показаний Майкла Барнетта в полиции гласит следующее. Кристин постоянно учила девочку, вдалбливая ей мысль в голову, что ей 22 года. Не знаю, как вы, а я очень люблю чудеса. Одна мудрая женщина, спросив то же самое у Наташи, сказала, нет, тебе не 22. И забрала ребенка к себе. Семья очень хорошая, это христиане, берущие детей из приюта. У Наташи после всего ада, который она пережила, наконец-то есть настоящие, любящие папа и мама. Она с ними уже несколько лет, сейчас Наташе 16 или 17. И никто, никого не пытается убить и нет маньячных замашек. Это по-настоящему счастливая семья. В этом году состоится суд над двумя кретинами, обманувшими Америку. Именно поэтому данная история известна всему миру. Когда умный человек случайно обосрался, он как можно быстрее идет в ванную, моется, а грязные вещи кидает в стирку. Когда то же самое происходит с идиотом, он указывает на соседа, несмотря на то, что сам с ног до головы облеплен навозными мухами. Чита Барнеттов наняла известного адвоката дьявола, специализирующегося как раз на подобных делах. Майкл отрекся от собственных показаний и стал отстаивать позицию жены, который со слезами продолжает утверждать, что Наташа взрослая психопатка. А, понятно. Как думаете, есть ли способ установить правду в данном деле? Ведь кто-то явно врет. Мне кажется, очная ставка, реакция субъектов дела на одни и те же вопросы покажет обманщика. Барнетты наслаждаются моментом и пиарятся как только могут, раздавая интервью топовым международным телеканалам. Вот, посмотрите, как это делает Майкл. Я могу смотреть вечно на то, как лжец задыхается, когда врет. А вот реакция Наташи на вопрос мегазвезды американского телевидения психолога доктора Фила. Он спрашивает, входила ли Наташа в спальню к родителям, угрожая их убить. Несчастный ребенок приходил к папе и маме в комнату, потому что было страшно или приснился кошмар. Какая чудовищная идиотская интерпретация детского поведения. Вот Наташа говорит, сколько ей лет. Выглядит ли она на 16? Говорит ли, как 16-летний ребенок? Да, абсолютно. Я вижу простую девочку, которая, несмотря на свои проблемы, одела крутые шузы и сделала прическу. Ведь она, как и все мы, хочет нравиться. У меня нет сомнений, что Наташа нормальный, психически здоровый, настрадавшийся и стерзанный подросток 16 лет. Особенно после того, как я хорошенько покопался в сети и нашел вот это. Ужас, друзья мои. Тед Банди, Эд Кемпер, Чикатило и вот теперь Наташа. На предстоящем суде убийственным аргументом будут слова родной матери, проживающей в Украине в городе Николаев. Зовут ее Анна. Журналисты из мега популярного таблоида Daily Mail разыскали ее, и она подтвердила, что девочка 2003 года рождения. Как и написано в свидетельстве о рождении. Мать отдала девочку, потому что новые родители пообещали, что сделают операцию для ребенка за 80 тысяч долларов. А как же чудесная невысокая пара с таким же диагнозом, как и у Наташи. У них оказался документ, который предоставила опекунская служба, подтверждающая, что девочка из Украины родилась в 2003. Смотря на эти кадры, мне очень грустно и радостно. Радостно, что им все-таки дали возможность удочерить девочку. Она, кстати, знает Наташу как сверстницу и совершенно нормальную психически здоровую подружку. Радостно, что есть такая возможность у таких, как они. Посмотрите на условия, в которых живут эти люди. И очень грустно от того, что у нас так даже здоровые и работящие люди не живут. Это позор. Мое видео Наташа никогда не увидит. Но если было бы иначе, и я мог бы советовать, то на ее месте использовал бы эту историю, которая только начинается для максимального хайпа. Написал бы книгу, продал бы права на экранизацию, вел бы активный Инстаграм или Фейсбук, объявил бы сбор денег для людей с такими же проблемами, как у нее. За все, что она испытала, она обязана получить эмоциональную и финансовую компенсацию, которая обеспечит ей долгую и счастливую жизнь. Она прошла через ад. Она сильная. Я бы, наверное, находясь в ее теле, сломался бы. Ну что ж, будем следить за историей Наташи. Когда начнется судебное разбирательство, это будет эпично. Кто-то серьезно получит по своей лживой жопе. Если только не случится, как с Кейси Энтони, который отмазал суд присяжных, хотя эта мразь убила собственную дочь. Если захотите, напишите в комментариях, и я сделаю о ней выпуск. В заключении, думаю, следует сказать о мотивации и мотиве семьи. Что мать его случилось, и почему они вдруг стали городить такую ересь. Вы смотрели фильм «Затмение», основанный на реальных событиях? Там отлично показывает, как хорошие и сомневающиеся люди готовы поверить во что угодно, когда один человек очень уверенно врет и выдумывает. Мне кажется, финалом дела Наташи станет большой по самой нелепой причине полученный срок для читы Барнеттов. Из-за того, что они не хотят остановиться и сказать, да, извините, были неправы, мы все компенсируем. В этой истории добро победило. Я искренне желаю вам, чтобы во всех ваших историях оно тоже побеждало. Новый выпуск нулевого пациента о смысле жизни и его поисках буду снимать уже в это воскресенье. Скоро вновь увидимся. Подпишитесь, пожалуйста, и поставьте лайк. Не забудьте спуститься в комментарии и написать что-то. Заранее спасибо. Вы были на канале Нулевой Пациент. С вами был Крыжиновский Петр. Всего хорошего. И помните, грядут перемены. С вами был Крыжиновский Петр.